Калинковическая мини-теплоэлектроцентраль на местных видах топлива третья в Гомельской области. Она будет обеспечивать тепловой энергией половину райцентра. Строили мини-тест почти полтора года. Ее возведение стало возможным благодаря реализации программы использования древесной биомассы для централизованного теплоснабжения. На объект потратили свыше 14 миллионов долларов, которые выделил в качестве государственного займа Банк реконструкции и развития. Еще более 2,5 миллионов рублей – средства областного бюджета. Планируется, что срок окупаемости проекта составит 7 лет. Появление новой мини-тест позволит сократить годовой объем использования природного газа на 12 миллионов кубометров. Это около 60% от общего потребления. Экономия составит 3 миллиона рублей в год. В Гомеле на полную мощность вышло еще одно предприятие. Новую для себя сферу осваивает открытое акционерное общество «Гомель Агрокомплект». Ежегодно на заводе «Веда Транзит» будут производить до 180 миллионов стеклянных изделий. Эта продукция востребована как на внутреннем, так и внешнем рынках. Заинтересованность Беларуси в подобном производстве велика. Сегодня практически половина стеклянных изделий, используемых в стране, импортные. Гомельский завод поможет снизить эту зависимость. Около трети произведенного будет направляться на экспорт. Максимум через 4 года вложенные в реконструкцию средства должны окупиться. В Гомельской области увеличилось количество тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Их причиной чаще всего становится злоупотребление алкоголя. Такая информация озвучена на заседании коллегии областной прокуратуры. Ведомство поставило перед ЖКХ задачу организовать учет квартир и домов, где живут лица, ведущие о социальный образ жизни. В целом же, по данным статистики, за минулый год криминогенная ситуация в регионе улучшилась. Зарегистрировано снижение количества преступлений на 3%. При этом случаев хулиганства стало меньше почти на 6%. Мошенничество на 11%. На водоемах Гомельской области резко ухудшилась обстановка. Об этом сообщили на брифинге в облсполкоме. Специалисты призывают быть еще более осторожными как во время зимней рыбалки, так и при любом выходе на водоемы. Более высокая температура воздуха, туман, осадки и лед становятся менее прочным. Он может не выдержать веса человека. В Гомеле в 20 раз провели конкурс «Техноинтеллект». Состязания умников и умниц проходят в ГГУ имени Франциска Скорины. В этом году победу оспаривали около 100 учащихся со всей области. Конкурс проходит в два тура. Первый предусматривает решение задач, на втором нужно представить собственные проекты. Для многих молодых ученых региона именно «Техноинтеллект» стал в свое время стартовой площадкой. Продолжение следует... Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова